Друзья, всем привет! Вы на канале Криптомета. Мы с Андреем Воронковым некоторое время назад записывали интервью о SolBond токенах, но поняли, что можем сделать еще один материал касательно биткоина. В чем проблема биткоина? В том, что циклично происходит FAT. FAT, то есть очернение актива. И, пользуясь возможностью, я хочу с Андреем поговорить об этом, потому что Андрей в крипте с 2013 года. И у меня возникает вопрос, Андрей, насколько биткоин – это актив на столетие? Действительно ли биткоин – это на столетие вперед, на 200 лет вперед? Ну, там, может, до скончания времен, не знаю, пока существуют интернет и компьютеры. Но биткоин – это рил или это все-таки хайп, когда люди в поиске чего-то и сами не до конца понимая, что это, покупают это, и поэтому это растет? Вот какие есть фундаментальные основания биткоину стоить денег через 10 лет, условно? Слушай, ну, в принципе, конечно, глобально, да, если определенный технологический уровень человечества, который необходим для функционирования биткоина, он будет сохраняться, да, то биткоин – это вот для этого технологического уровня – это очень-очень важная технология, да. Ну, по сути, да, можно сказать, что наличие биткоина, его функционирование, оно тождественно наличие и функционирование интернета, да, потому что сейчас криптовалюта – это одно из самых-самых ценных технологических решений, которые есть в интернете. С точки зрения полезности биткоина, то есть несколько, да, есть определенные очницы фундаментальные минусы, есть определенные фундаментальные минусы. Значит, фундаментальный плюс биткоина, с которым, кстати говоря, и пытаются бороться – это привязка его стоимости к стоимости электроэнергии, да, то есть сейчас у нас, например, в мире, если будет наблюдаться нехватка электроэнергии, нехватка ресурсов, что похоже, что наметилось, да, ну, многие говорили, вот там что-то перенаселено, заканчиваются ресурсы и так далее, возможно, что мы подошли к не такой точке, в которой, по крайней мере, локально это стало актуально, вплоть до того, что люди уже начали, в общем-то, убивать друг друга, да, довольно активно. Вот, это, по сути, следствие борьбы за ресурсы. И если у нас речь идет о том, что у нас повышается стоимость электроэнергии, то в целом у нас совершенно закономерно биткоин является неким таким синтетическим активом, по типу, там, токенизированной электроэнергии, да, соответственно, цена на биткоин, она достаточно фундаментальна, она не может быть ниже определенных значений. Чем эти значения определяются? Не определяются спросом, и они определяются... Затратами на создание всего этого процесса. Да, да, затратами на создание, себестоимость, да, и спрос. Вот, значит, ну, с себестоимостью все совсем просто, да, чем будет дороже электроэнергии, тем будет выше нижний порог цены биткоина. И это фактор, который, безусловно, цену толкает вверх. Насчет сложности усложнения, это тоже фактор, который толкает цену вверх, хотя я не уверен, что каждое вот усложнение, оно будет приводить к кратному увеличению цены биткоина, потому что помимо сложности есть еще ликвидность, да, то есть если там сложность биткоина упала в два раза, а на рынке там нет ликвидности в два раза больше, там нету там лишних там трех-трех-двух триллионов долларов, которые бы хотели бы этот биткоин купить, то, ну, цена, видимо, его вырастет, да, за счет сокращения спроса, но она будет расти там пропорционально его сокращению поступления на рынок, да, то есть там, ну, сейчас точно не поиск, там, грубо говоря, там будет там 19 миллионов биткоинов, да, а его там майнинг станет там 500 тысяч, ну, значит, может быть, в какой-то момент прирост будет вот примерно такой же пропорционально, да, уменьшение сапплая, вот. Хотя, конечно, спекулятивную часть тоже нельзя сбрасывать со счетов, конечно, кто-то постарается внизу купить, потом перед удвоением сложности разогнать хайп, продать, это все, как бы, нормально. Это та же тюльпановая, как бы, штука. Думаю, что кто разгонял цены тюльпанов там в каком-то веке, они большинством тюльпанов как раз и рассадой владели. Андрей, Андрей, прости, скажи, пожалуйста, я правильно ли тебя понимаю? Биткоин может быть мерилом электроэнергии, это именно тот биткоин, который сам, сама биткоин-сеть награждает майнеров, правильно? Ты об этом же речь? Ну, да, 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 да. Там же награды сокращаются и сокращаются и сокращаются и сокращаются. Вот у меня вопрос такой, когда это будет нерентабельно? Из-за того, что награды уполовинились? Да, да. Что будет происходить? Есть ли там какая-то фишка, чтобы биткоин собирал комиссию за транзакцию и платил ее майнерам? Есть цена транзакции, да, и есть цена получения новых блоков, получения биткоинов. То есть, неважно, о чем идет речь, речь идет о том, что в обоих случаях нужно, какое-то количество электроэнергии нужен в процессе. Вот, и поэтому есть минимальная стоимость и биткоина, и транзакций, и так далее. Но возникает здесь другой момент. А что действительно, если у нас очень сильно растет электроэнергия, и у нас очень сильно растет цена каждой транзакции? То есть именно не цена добычи биткоинов, а цена обработки транзакций. И вот это уже начинает создавать проблемы, но, в принципе, оно создает проблемы все равно только для массового рынка. То есть, если рынку, например, переместить миллиард долларов между странами, относительно анонимно, децентрализованно, в биткоине выгоднее, чем через традиционную финансовую систему, они это будут делать. И у биткоина есть очень большое преимущество, это большая ликвидность. И она еще далеко не максимальна. То есть, в принципе, тот процесс, который начался по признанию биткоина небольшими странами, пусть это будет Сальвадор, пусть будут какие-то страны Латинской Америки или там Южно-Центральная Африканская Республика, это первые ласточки, потому что были и первые банки когда-то, которые биткоин проценовали, первые компании, которые его начинали покупать. Просто для государств, для крупных, остальные криптовалюты, даже если они уже становятся намного-много более интересными рядовому пользователю, то есть, там, если цена транзакции биткоина будет составлять 50-100 долларов за транзакцию, ну, понятно, что отваливается большинство пользователей криптовалют, которые из бедных стран, но при этом они начинают пользоваться криптовалютами, полигон и так далее, которые самые дешевые транзакции. Вот, просто все стейк в основном. Но, тем не менее, биткоин, он становится все более-более перспективным, интересным в качестве резервной валюты, в качестве мировой резервной валюты, да, привязанной к электроэнергии. И думаю, что для стран все равно альтернатив биткоину пока нету для крупных, да, и до тех пор, пока он не станет мировой резервной валютой, у него есть очень большой потенциал рост. Ну, то есть, глобально, если там чаще всего не произойдет глобальная какая-то катастрофа, и мы не лишимся интернета и основных достижений технологических последних десятилетий, биткоин может на самом деле в капитализации вырасти еще в десятки раз, да. То есть, ну, мировой рынок – это порядка 100-100 триллионов долларов капитализации, да, ВВП. Вот, биткоин может вырасти до каких-то сопоставимых значений в будущем, когда в него начнут приводить резервы разных государств. Вот, поэтому… А вот хотел спросить, насколько это в действительности безопасно вообще? Вот то, что делает Наиб Буккелли, когда он на деньги своего бюджета государственного покупает, как бы, покупает запись в децентрализованном реестре о том, что у него есть вот это. Слушай, ну, любые деньги – запись, да, любые деньги, они… Ну, здесь, кстати, в этом смысле правильно говорят, что биткоин скорее похож на цифровое золото, то, что у него вроде как какая-то внутренняя есть стоимость, вот, а у денег, как бы, она, по сути, зачастую сама по себе отсутствует, но неважно. Деньги многие – это просто запись, да, что это банка, что это долларовые бумажки, что это там, ну, там серебро, золото вроде как имеют внутреннюю стоимость, ну, на самом деле, когда серебряные, золотые деньги начали использоваться, они там в промышленности тоже такой большой потребности, у них не было. Это в основном были средства тоже сбережения, ювелирные разные, да, вот. И когда первые кости животных использовались тоже, извини меня, это чисто символическое хранение стоимости, вот. И поэтому то же самое с биткоином, но у него другие плюсы, у него другие преимущества. Сейчас вот, например, сколько разговоров в России о том, чтобы экспорт перевести на криптовалюту, потому что, да, вот эти самые качества, они дают определенные преимущества. На самом деле, ну, я думаю, что такие большие страны, как Россия, у них есть все-таки определенная очень большая инерционность, я не очень верю, что они там вот так вот прям возьмут и перейдут, но в целом, если какие-то страны, там, ресурсные, экспортирующие ресурсы, они начнут потихоньку переводить на криптовалюту, это будет очень серьезное движение, очень серьезное. И думаю, что сейчас регулирование всякое, оно, конечно же, ставит своей целью не запрет, не барьеры на пути, как бы, криптовалют, а попытку взять их под контроль. Вот, потому что в норме все в целом понимают на текущем технологическом уровне, счастье туда, важность, перспективность этой технологии. Слушай, да, да, Андрей. Ну ладно, сейчас я, извините, разошелся, если ни у кого не будет бензина, все перейдут на лошадь, да, вот если перейдут на лошади, тогда уж биткоин не нужен будет. Но пока этого не произошло, он, конечно, очень нужен. Конструкция биткоина, она по-своему гениальна, да? Идея того, что, в общем, безоткатная запись, и она рассеянная, и она не требует никаких посредников, и любой может подключиться к этой сети, создав себе зашифрованный адрес, к которому только у тебя будет доступ. Это, ну, это как бы на грани гениальности. Я не представляю, как можно вот людям там, как они это все будут обсуждать, в каких словах, то есть это кто-то придумал. И кто-то это вначале покупал большими объемами. Вот, на твой взгляд, все вот эти вот кошельки, где по, там, по нескольку сотен тысяч биткоинов лежит холодным грузом, это что? Это кто? Как вообще такое было? Как это все? Поясню то, что у меня есть, как бы, на этот счет информации, да. Я какое-то потратил время тоже, естественно, на изучение того, как произошел биткоин, кто его сделал, там, и так далее. И я пришел, что, как там, не надо искать, сейчас, как там, темную кошку в темной комнате, да, или как-то там? Да, если ее там нет. В общем, суть в том, что, да, да, собственно, никакого здесь большого секрета нет. Есть очень хорошее исследование одной американской журналистки о том, кто является Сатоши Накамото. Меня люди ее очень убедили, что это действительно есть японец Сатоши Дори Накамото, который в Калифорнии работал, который изобрел биткоин, который был связан с военно-промышленным комплексом американским, и которого очень-очень быстренько взяли под крылышко, и после того, как его взяли, ну, это там происходило примерно в 2011 год, насколько я помню, там была проблема с этим Silk Road, и именно в этот момент он начал отказываться от авторства биткоина. То есть если ты ведешь Сатоши Дори Накамото, такой вот дедушка в очках японец, это он и есть. То есть здесь никакой большой тайны нет, но просто я знаю, как такие технологии и в России зачастую быстренько перехватываются на ранней стадии, кому нужно, и тем более в Америке. Я думаю, что пришли определенные люди на определенной этапе к нему, сказали, вот смотри, есть ситуация с Silk Road, да, это по сути из-за твоей технологии вот создали такую... Silk Road, напомни, напомни, пожалуйста, это место, где можно купить любую дрянь, правильно? Да-да-да, было, было, да, в Америке в 2000, до 2011 года, да, то есть одно из первых применений биткоина, естественно, было для этого. Вот. Возможно, там даже была небольшая спецоперация для того, чтобы подставить, так сказать, технологию ее автора и быстренько с ним договориться. Вот. Я так подозреваю, что когда началась движуха с этим Silk Road, к ним пришли, вот, там, парень, ты работал на ВПК, там, в свободное... А у них с копирайтом очень жестко, да, то есть там, в свободное время, ты не в свободное время, ты вот эту штуку изобрел. Мы считаем, что она принадлежит, там, ну, правительству, там, Соединенных Штатов, государству, да. Вот. Если ты так не считаешь, вот еще тут есть такая ситуация, что с помощью твоей технологии покупают, продают наркотики, там, ты сейчас у нас пойдешь, там, не знаю, свидетелем, обвиняемым, с обвиняемым, вот. К пожилому человеку, там, ему, наверное, не думаю, что все эти проблемы нужны были, он, я уверен, писал какие-то бумаги и отказался от авторства. Вот. И после этого стал говорить, что он не тот Сатоши, он ничего это... Ну, я, честно говоря, тоже попадал в две таких ситуации. Есть крупные проекты, некоторые известные, которые я не могу говорить, ну, которые я передал примерно по такой же схеме. Вот. Причем, думаю, что в Америке это жестче. Вот. Ну и все. Дальше, скорее всего, большая часть этих денег, она оказалась у, собственно, тех, кто имел к этому отношение тогда, то есть имея отношение к правительству Соединенных Штатов, к спецслужбам, к ВПК американским. Единственное, что, поскольку это сообщество, оно узкоспрофессиональное по криптографии, а, по сути, там был опубликован этот текст, ну, конечно же, российские всякие специалисты, они тоже с 2009 года в этом, и они майнят, и я знаю людей, которые там десятки тысяч биткоинов наманили в 2010 году, и там, ну, совсем уж труднодоступны для общения, ну, по крайней мере, еще несколько лет назад они ничего не продавали. Вот. Они это ждали. Ждали там каких-то своих часов там и так далее. Вот. То есть, собственно, те, кто вошел в эту историю максимально в долгую, вот, они получили тогда десятки тысяч, наверное, минимум, а кто-то, может быть, и больше биткоинов, они их сохранили, они там, может быть, их где-то в какой-то момент начали продавать, но думаю, что самые-самые стратегические запасы они еще не расконсервированы, так сказать. биткоинов. Причем как там, так и, скорее всего, и в России. Потому что в России, соответственно, специалисты, я, ну, я знаю, например, там, людей, которые там, я познакомился с ним в конце 2016 года, и до этого момента они уже там, например, пару лет занимались покупкой биткоинов для чиновников московского правительства, крупных, крупнейших. А это всего лишь региональный московский уровень, и это всего лишь там 2014 год. Начиная, то есть, там, с 2014 года они уже скупали биткоин. Вот. Соответственно, думаю, что профильное ведомство в России, как бы, какие-то они этим занимаются намного дольше. Угу. Ну, биткоин – это устойчивая тема? Это все, что про него говорят? Да. Его нельзя откатить, там, нельзя, там, это реально? Смотри, и, в принципе, насчет происхождения, в общем-то, если говорить с разными, там, людьми, ну, что там, они в целом считают специалисты российские IT, хотя они знают, что у нас много кто, у кого много этих биткоинов, но все-таки они все понимают и сходят на мнение, что основная часть все-таки у американцев, да? Ну, там, лично я, там, например, разговариваю с Игорем Ашмановым, да? То есть, он, там, уверен в том, что это в основном американская, там, сфера влияния. Ну, и, как бы, и большинство людей тоже так же считают, да? Хотя Россия в тройку лидеров, наверное, наравне с Китаем, с Америкой входит. Вообще-то, это сенсация. Мы выяснили, кто же такой Сатоши Накамото, и нас теперь никто не обманет. Да, но это не секрет, на самом деле. Слушай, а ты пришлешь, я очень хотел бы разместить под описанием видео ссылку на это исследование этой журналистки. Да-да-да, оно самое, по-моему, самое детальное исследование всех на эту тему, и оно определило довольно правильно, кто это. То есть, по сути, ну, недовольно, я вот там, уверен, что это он. Ага, какой крутой, конечно, японец. Ну, так, хорошо. Хорошо. И второе, что мы установили, что пока будет интернет, и пока люди будут пользоваться компьютерами, а не пахать на лошади, распахивать ядерную землю, то биткоин будет сохраняться как технология, которая позволяет передавать стоимость, ну, вообще, куда угодно, там, очень быстро. Ну, и вот все, что мы любим про крипту. Ну, Андрей, большой тест, а, вывод, вывод. Поправка на конкурент. Да, вывод. Поправка на конкурент. Смотри, Игорь, я считаю, да, самая главная угроза биткоина – это не столько регуляторы, сколько конкуренты. Более высокотехнологичные, ну, поколения, там уже даже не фир, а все, там, блокчейны следующего поколена. Вот это главная угроза для биткоина, а не регуляция. Ну, хорошо. Вот интересно. Я уже хотел заканчивать, а тут очень интересный момент подоспел. Но все новые блокчейны, они же, они как бы централизованные, все понимают, и все также понимают, что proof of stake, когда у создателей, там, основная часть токенов, это не то же самое, что proof of work, который добывает токены биткоина, ну, добывал раньше, и сейчас до сих пор добывает, как бы, из ниоткуда, а не из кошелька собственника этого протокола. Может ли появиться новый блокчейн, который будет более, ну, как бы, децентрализованный, чем биткоин, у которого будет больше доверия, у которого будет proof of work, безоткатный, прозрачный и все, что мы любим. Как может что-то новое прийти туда, где уже есть, как бы, папа? Слушай, здесь оно и есть, и оно появляется, и надо понимать, что proof of work – это тоже не только биткоин, не только эфириум, и вы сами, по-моему, майните, там тоже разные ноды поднимаете, да, там, ну, есть много разных чейнов, которые proof of work, да, и мы должны представить гипотетическую ситуацию, хотя вряд ли такое будет, но, например, что вот действительно начнут бороться, да, с криптовалютным майнингом, с биткоином, с proof of work. Кого, конечно же, в первую очередь заденут? Ну, заденут крупнейших производителей, да, они, правда, мигрируют очень быстро куда-то, где их сложно достать. Ну, допустим, закроют там какие-то там в Казахстане майнинговые компании, еще где-то, да, крупнейшие. Проще всего крупнейших закрыть. Ну, в принципе, для децентрализации это только плюс, потому что отловить каждого там кого-то там с каким-то там самым простым асиком, да, доходность, доходность мелких майнеров при блокировке, она вырастет. То есть, знаешь, я это сравниваю вот с водой. Ты регулировать криптовалюту – это все равно же пытаться воду в руку взять, да, ты возьмешь какую-то часть воды, но основная, она мелкими струйками все равно вытечет, да. И даже если вдруг произойдет такое, что там, ну, там биткоин станет невыгодно майнить, ну, те же мощности их переключат там на другой майнинг и так далее. Поэтому в этом плане я не думаю, что… И там кто-то сделает там обнаружение майнинга по профилю потребления электричества, я уверен, там будут алгоритмы, которые будут маскировать это, если это будет прибыльно и так далее. То есть, регулирование, оно всего лишь будет увеличивать… Это фуд, фад. Ну, у нас в русском сегменте говорят фуд, хотя вообще-то это фад произносится, должно быть. Гон, чушь. Так, ну, я из того, что ты сейчас сказал, понял, что биткоин никто не сдвинет с этого. Это как бы он первый, он настоящий, и все. И остальные, как говорится, ему завидуют. Смотри, рынок, потому что proof of stake, proof of stake, да, во-первых, их так уже много этих чейнов, там настолько как бы легко заменяются эти валидаторы, ну, кто-то скажет, ну, вот там Binance, там централизован, но когда начнется регулирование BSC, я думаю, что первый, кто начнет децентрализовывать его, это будет Sisi, Binance. Ему невыгодна централизация BSC с точки зрения регулирования. С точки зрения контроля, да, ему выгодно. Когда кто-то захочет перехватить контроль, ну, там, конечно, тоже не глупые люди, вот, они, наверное, будут делать это аккуратно, но в любом случае, там, у BSC куча альтернатив, там, и этих там, эти чейны, там, proof of stake, они легко запускаются. Один там упал, как-то себя скомпрометировал, тут же запустился другой, вот. И вообще, там, регулирование proof of stake, оно приведет к увеличению proof of work. И proof of work отрегулировать непонятно как, да, там, есть комбинированный proof of work, proof of stake. То есть сейчас уже индустрия, как, ну, там, начали говорить регуляторы, американцы, в том числе, что мы упустили ту точку, в которую это можно было регулировать. Ну, я все, я все понял, биткоин forever. Андрей нам, как бы, намекает, что... Предыдущая тема, о которой мы говорили, она, наоборот, является производным. То есть, скорее, вероятно то, что в ответ на усиление регулирования начнется усиление вовлеченности в политику, в регулирование, в госактивность людей. Да, то есть сейчас это решается какими-то там решалами крупнейшими, да, там, какой-нибудь крупнейший майнер ходит со всеми договорами, то да сё. Но чем больше будут политики и регуляторы задевать интересы, как бы, широких масс, тем больше будет вот этой социальной веб-три движухи, да. А она что, для чего нужна? Чтобы она была цензорщик, естественно. Чтобы можно было сказать там, вот вы хотите регулировать, вот вас на мыло, да. Мы там либо вам не подчиняемся, либо там забастливаем всё, либо там кассы взаимопомощи тем, кто пострадал от штрафов или от каких-то регулирований. Это всё начнётся. И веб-три – это основа для будущей политики, которая будет полностью дружелюбна к криптовалютам. Всё, я как бы понял. Жалко, что мы с каналом криптометы возникли не в 2017 году, и я тогда другими всякими разными делами занимался, не в 2014. Но я понял, что сейчас будет фад, сейчас будет коллапс, может быть, какой-то местный обмен тактическими ядерными ударами, биткоин в этот момент посыпется, как и всё. И вот в этот момент надо его будет прикупить. Когда он будет там 5-10 тысяч долларов стоить, надо его тут будет прикупить, конечно. Ты знаешь, у меня немного другой прогноз. У меня немного другой прогноз. Я смотрю сейчас на то, как биткоин практически превратился в стейблкоин в районе 33 тысяч долларов. Я начинаю понимать, что чем больше будет расти цена электричества, тем меньше стоимость биткоина будет определяться ставкой Федрезерва, и тем больше она будет определяться с уросом на электричество. То есть она, скорее всего, возможно, достигла дна уже. И я не исключаю, что в какой-то момент, даже если будет падение всего, там рынков фондовых и так далее, всяких этих вещей, то падение биткоина все-таки оно должно раскоррелироваться с остальными рынками в лучшую сторону. То есть он не будет просаживаться. На просадках будет расти на росте. И это один момент. И второй, в целом, биткоин и криптовалюта это те валюты, которые на геополитическое обострение, на хаос, на нестабильность будут реагировать лучше, чем любые национальные валюты. Чем любой бизнес. Да, бизнес-то прекращает работу, у него доходы падают, а биткоин что? Наоборот, остается сам собой. Воюющие страны майнят его, и все норм. На данный момент это пока не так, потому что сейчас биткоин определяется больше экономикой, а не политикой. Но теория, если бы там была, грубо говоря, война бы там России и США, я бы, например, находясь там в Персидском заливе, да, с местной логикой, я бы посоветовал избавиться от валют обоих стран и от рублей, и от долларов, а перевел бы все в биткоин. Соответственно, там, какая бы плохая не была бы ситуация, пока там есть интернет, есть технологии, ну, конечно, если мировые цепочки поставок нарушатся, перестают производить компьютер, тут же ничего не поделаешь. Но все равно будет какое-то время, да, все равно там даже два устройства через Bluetooth там с дизель-генератором можно соединить и что-то передать по крипте. Вот. Какое-то время все равно эти валюты останутся, я думаю, они будут себя чувствовать уж точно лучше, чем в современной банковской системе. Ну, сопоставимо, наверное, где-то с фиатной системой по стабильности, по устойчивости. Это был оптимистичный прогноз Андрея Воронкова о постапокалиптическом биткоине. Вот. Покупайте дизель-генераторы, иначе вы не сможете фармить и стейкать на DeFi всяких там фармилках. Да, да. Да. Хороший совет. Да, это будет очень-очень интересный, очень интересные перемены, да. То, что было год назад и то, что сейчас никто бы, может, и не поверил бы год назад, что сейчас происходит. А что будет еще через год, опять никто не поверит. Ну, я видел анекдот, черный юмор, да, что, так, ну, там, 2020 год эпидемия. Так, ну, ладно, значит, в 2022 как бы все еще хуже, война, в общем, все понятно. Давайте, что там в следующем году. А следующего года не будет, все это последнее. Ну, судя по тому, какое классное настроение, на самом деле, у очень многих ютуберов сейчас до конца еще очень... Конец, конец еще в каком-то необозримом будущем. То есть, он не так, не так близок, как часто кажется поколениям, да, там, конец света все время думают, то вот сейчас, вот сейчас, наверное, каждое столетие ждут конца света, но оно не происходит. Вот. Но вот для биткоина конец света может действительно стать концом, потому что электричество нужно для его, как это называется, обработки транзакций, да. Хорошо. Да, друзья, это все были, это все, как говорится, не финансовый совет, вот, как обычно, думайте своей головой, вот. Но биткоин, я так понимаю, пока мы живем в том мире, в котором мы живем, он уже, видимо, стоимость не потеряет. И я так вот сейчас с разговора с тобой, Андрей, понял, что у биткоина есть реальная, фундаментальная, практическая стоимость, как обмена деньгами между странами, между людьми, в обход в кого угодно. И это имеет свою стоимость. Есть еще спекулятивные, тема, когда спекулянты заходят внизу, потом орут, что биткоин это будущее и сливают наверху, потом орут, что биткоину конец, покупают внизу. И, ну, я понял, что, я понял, что еще очень много людей из среди обычных людей, розничных инвесторов, не разуверились в биткоине. и это значит, что, видимо, еще пару месяцев его пошельмуют. То есть, скажут, что это все, это скам. Биткоин, ребята, это скам. Вот когда произойдет так называемая капитуляция, лишь бы не проспать этот момент, потому что, может, это будет свечка какая-то бешеная вниз, и потом уже жадность, ну, все такие, ну, все, ну, надоело ждать, когда уже это произойдет. Все, мы знаем, что биткоин стоит 100 тысяч, это говорили еще в прошлом году. Залетай! И вот все просто, все, что есть, они накидают в биткоин. Я так подумал, что, на самом деле, ну, не так-то и много денег надо, чтобы биткоин до 100 тысяч дотолкать. Особенно в масштабах, там, мировой экономики, это вообще, там, пылинка, наверное, полпроцента, чтобы биткоин стал стоить в два раза дороже, там, или в три. Вот. Ну, ладно, это уже такие у меня. Рассуждения просто обо всем, обо всем и ни о чем. Друзья, подписывайтесь на нас в Телеграме, ссылка на канал Андрея Воронкова, Воронков Венчерс, будет в описании, ссылка на статью американской журналистки про то, почему японский Сатоши, реальный изобретатель биткоина, отказался от своего авторства, также будет в описании. Я надеюсь, Андрей нам ее пришлет. Спасибо тебе большое, что просветил нас и наших подписчиков. Пока. Пока, ребята. Спасибо, Игорь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok